В этом году Ивановский район отмечает 90 лет. Наш телеканал расскажет о самых крупных и перспективных поселениях этой территории. Богданихское в их числе. Муниципальное образование выгодно расположено на Нижегородском направлении сразу после Кохмы. За последние пять лет здесь произошли важные перемены. Построен новый детский сад на 75 малышей. Старое здание реконструировано, благодаря чему прибавилось еще 25 мест. И много чего предстоит сделать. У нас целый ряд проектов по Богданиевскому сельскому поселению. Но прежде всего это школа, которую мы хотим построить. Уже разработана проектно-сметная документация. И мы знаем, что мы вошли в программу 2020 года федеральную по строительству школы. Мы очень на этом надеемся. Кроме того, будут загазифицированы в этом году еще два крупных населенных пункта Богданиевского сельского поселения. И, как я уже сказал, достаточно инвестиционная и привлекательная площадка, поскольку очень близко к городу и Кохмы, и к Иванову. И, соответственно, все перспективы для развития там есть. Современные тенденции таковы, что жители городов все охотнее переезжают на окраину. Строят дома вдали от суеты и дорожной пыли. Наш регион не исключение. И, конечно, Ивановский район в приоритете благодаря своей близости к областному центру. С города Иваново граждане стараются переезжать, наоборот, в деревни. Деревни растут. У нас в сущности поселение – это развитие жилищного строительства. Сейчас много строится, выделено 509 участков для многодетных деревни Калачева. Развивается новая деревья строительства. В сущности, в каждой деревне ведется строительство жилья. После ремонта в Богданихе открылся административно-культурный центр. В новое помещение переехала библиотека и районный архив. Последний раньше был разбросан по разным помещениям в Иванове. Теперь все в одном месте с соблюдением требований к хранению документов. В том же здании расположилась администрация и клуб. Досуговому центру отведен весь первый этаж. Это душа поселения – поющая, танцующая, играющая. Творчеством здесь занимаются 12 коллективов. Два народных, дальше с ветеранами, объединение ветеранов. Из него еще вышла ансамбль «Рябинушка». Теперь «Солнечные лучики» с детьми. Детский театр «Бим-бом». Для молодежи фитнес проходит. Также с детишками, шахматы. Да много, в общем, чтобы все это увидеть, надо приехать к нам в гости. А гостям мы очень рады. Движение вперед любой территории, большой или маленькой, зависит от трудолюбия людей, которые на ней проживают и работают. Активно развивается фермерство. Сельхозпроизводители принимают участие в программах поддержки районного, областного и федерального уровня. Средства тратят на увеличение поголовья скота и на новое оборудование. При помощи поддержки нашей администрации мы получили грант в этом году небольшой, купили технику новую, пресс-подборщик, косилку роторную и плуг. С помощью этого для того, да, оформляем сейчас землю для того, чтобы нам удешевить себестоимость нашего молока. Крупное налоговое отчисление в бюджет поселения делает кондитерская фабрика «Мак Иваново». Продукция предприятия продается в российских торговых сетях и поставляется за рубеж. В настоящее время в деревне Кочедыково реализуется новый инвестпроект. Строится торговый центр «Леруа Мерлен». Бонусом для поселения станут рабочие места, налоговое поступление и дорога с твердым покрытием в новый жилой комплекс. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.